И Слово стало плотью, и обитало с нами в полной благодати и истины. Таким образом, мы видим, Бог шел на постоянное, последовательное сближение с людьми. Это Его инициатива. Он постоянно хотел быть ближе. Через общее откровение люди приходят к осознанию о Боге как о Творце, что есть Творец. Но общее откровение будет неполноценным для человека. И поэтому Бог переходит уже на уровень особого откровения. Если вы записываете, можете записать. Сейчас мы будем об этом с вами говорить. На уровень, пишем, особое откровение. Бог переходит на уровень особого откровения. Особое откровение будет связано с чем? Оно будет связано с Его Словом. Оно будет связано с Его Словом. Бог будет обращаться к человекам лично. К человекам лично. В Ветхом Завете это голос. Допустим, услышал голос я твой, говорит Адам, и убоялся. Лично он обратился. Где ты? Спросил он у него, да? В сновидениях. В видениях Бог обращался к людям в Ветхом Завете. Но с каждым поколением духовное состояние человека ухудшалось. Снижалось, а значит степень восприятия Бога снижалась. Блаженны чистые сердцем, ибо таковы Бога узрят. Можно ли Бога увидеть? Нельзя. Оптически нельзя. Но средство видения Бога есть у человека. Это и есть в сердце. Блаженны чистые сердца, то есть внутренние, да? Знаете, как про Гагарина говорили? В космос летал, Бога не видел. Не туда смотрел. Не туда смотрел. Бога можно увидеть, пережить, так скажем, можно не оптически глазами, а можно в своем духе, посредством своего сердца. Для этого нужно подготовить свой сосуд, свое сердце, прибор своего видения. Очистить его. И чем лучше ты его чистишь, как вот очки протираешь, тем качество будет лучше. Ты протираешь, стремишься к тому, чтобы сохранять свой сосуд святости и чести, для того, чтобы увидеть Бога. Бог повсюду. Мы будем с вами говорить сегодня о его везде сущности. Да, он везде. Но почему-то, слышали люди молятся, Господи, приди, мы просим, да? Вот там, ну вот, твое присутствие пусть будет, да? Так он же везде. Значит, наверное, правильная молитва была бы, когда помоги мне, да? Вот. Очистить мое сердце и войти в твое присутствие. Если ты везде. Да. И сейчас Бог пребывает здесь с нами? Конечно. Безусловно пребывает. Но кто-то сейчас переживает его более остро, и более глубоко, и более чутко настоен его приборчик, понимаете, по восприятию. А кто-то поверхностно так, калатно как-то относится к происходящему. А на самом деле, как только мы собираемся и провозглашаем имя Бога, Слово Божье, Он написано, пребывает с нами. Пребывает с нами. Значит, мы собрались здесь для того, чтобы поклоняться Богу. Поэтому не просто мы учимся, мы поклоняемся через это Богу. Поклоняться Богу можно не только там, играя на музыкальных инструментах, молясь один на один с ним в тайной комнате, пребывая в собрании церковных, слушая проповедь. Духовное образование, вот такое, как у нас с вами, происходящее сейчас, это также является одним из способов нашего Бога поклонения. Понимаете? Мы поклоняемся Богу таким образом. Мы смиряем свои сердца, мы открываем свою разу, мы стремимся к тому, чтобы твердыни внутри нас, они разрушились под действием Его слова и Его Духа. Так вот, особое откровение связано именно с вербальной способностью Бога. То есть, Слово Божье это средство коммуникации с творением. Слово Божье, мы читали с вами, сотворены от небеса, но также Слово Божье Бог вступает в контакт с теми, кто способен это слово воскренять. Вы успеваете? Да. Когда я буду быстро говорить уже, то вы мне можете махнуть, что уже, ну, как тот шейф из-за золотой антилопы, довольно. И я буду уже снимать обороты. Итак, Бог проговаривает, но степень восприятия, она становится все хуже и хуже. И поэтому приходится для людей, которые сложно воспринимают голос его, посылать, в частности, ангелов. Приходят уже посланники. Это как способ тоже контакта, донесения информации. Приходят ангелы. Затем мы видим с вами в истории израильского народа появляется целая плеяда специально выделенных людей, таких как пророки, священники, мудрецей. Люди, через которых возвращается воля Божья, как сосуды Божьи. Бог берет этого человека, наполняет его духовной информацией, и тот эту информацию доносит. Ну и в Новый Завет, в Новозаветный период концентрируется, особое откровение концентрируется в Личности Спасителя. Концентрируется в Личности Спасителя. И Христос становится словом таким? Воплощенным. У нас есть с вами слово какое? Мерднейшее, фроночное. Записанное. Вот оно. А есть слово воплощенное. Есть слово воплощенное, живое. Есть слово, состоящее из букв, а есть слово, состоящее из плоти и костей. И то, и другое является каким откровением? Особым. Специально. Личностным. Направленным, прежде всего, к тебе. К тебе. Не к кому-то, не ко всем. Вот так вот. Это колхозно будет мыслить. К тебе. Всем колхозно. Всем колхозно. Колхозной верой не спасаются. Спасаются личностной верой своей индивидуальной. Поэтому, если ты просто находишься в церкви, ходишь туда, сидишь там, пребываешь, и, как говорится, в надежде, что, взявшись за руки, ты со всеми вместе войдешь в Царствие Небесное, это не Бога прошу и твои заблуждения. Слово обращено лично к тебе. Как только ты взял священное описание в руки, как только ты через покаяние смирил свое сердце перед Богом, ты вступил с Ним в личные отношения. Теперь Он говорит это к себе. Это тебя касается. Преломляя это через себя, это становится частью твоего опыта. И ты либо меняешься, приближаешься с Богом, либо отдаляешься, в зависимости уже откуда, откуда откроется, от твоего выбора. Вот. Итак, особое откровение в результате это голос. Это голос, голос, который начинают потом интерпретировать пророки. Затем записывается, голос и слово фиксируются, появляется уже текст Тора, записи пророков, писание, появляется колонн Ветхого Завета. Ну и в определенный момент истории на землю встают ноги воплощенного слова. О том, что слышали мои уши, видели мои глаза, о том, что я осизал, о слове жизни, скажет я одно слово. Я буду писать вам. Оно обитало с Отцом, но ныне стало обитать с нами. Для чего? Для того, чтобы обращаясь лично к тебе, в ключи, тебя в эти троичные взаимоотношения, которые всегда были между Отцом, Сыном и Святым Духом. Чтобы ты через Сына в Путе Святого стал и Терпением, стал усыновленным. Чтобы ты мог перейти в то, что было всегда между тремя. Хорошо. Итак, особое откровение понятно? Хорошо. Это Библия и это Сам Иисус. Это Библия и это Сам Иисус. Сам Иисус. Можно немножко сказать в частности о Библии, что Библия является Богодухновенным Словом Божьим. И в создании Библии принимают участие как люди, так и как и Библия. Соответственно, Библия имеет характер Богочеловеческий. Это Богочеловеческое творение. Одновременно здесь есть элемент человеческого и Божественного. И вот этот принцип Богочеловечности присутствует во всем. Во всем создании, в процессе спасения, в процессе взаимоотношения человека с Богом всегда есть элемент Богочеловечности. Как соработники. Как соработники. Как соработники, как люди, как личности, которые вошли в отношения с личностью Духа Святого, при этом не стерлись какие-то наши особенности, если вы говорите об авторах, и каждый из них смог выразить то отправение, которое будет одновременно общим, а с другой стороны будет носить вот такие уникальные личностные характеристики от авторов. авторов Библии. Поэтому, где Писание? Поэтому Богосдохновенность Священного Писания была всегда важной доктриной в христианстве. То есть, мы считаем, что Библия это не плод человека, это собесный труд человека и Бога. Библия писалась на протяжении 1600 лет. Писало ее около сорока авторов. Делали они это не сговариваясь. Делали они это в разное время. люди были из разных социальных слоев, у них были разные профессии, у них были разные культурные особенности. Но всех их связывало что? Дух Святой. Скажем так, всех их связывала общая цель. Да, цель. Цель это раскрыть Бога и делать это посредством водительства святого. Действительно так. Хорошо. Вопрос тогда вам такой для зарядки. Как Библия доказывает существование Бога? Каким образом Библия доказывает существование Бога? Свидетельство. Одно подтверждает другую. Одно подтверждает другую. На протяжении 1600 лет люди, которые пророчества исполнившиеся пророчества. А, хорошо. Все? Бог верен слову своему. Все, что написано, сбывается. Ну, правда. Сбывается пророчество, да? Хорошо. На самом деле ответ более прост. Библия никак не доказывает существование Бога. Поэтому не ломайте себе голову. Библия не ставит перед собой цель доказать существование Бога. Равно как кислород, которым вы сейчас дышите, не доказывает свой авторитет. Он либо есть, и есть вы, либо его нет, и вас нет. Бог существует? Существует. Его существование не требует, ему не требует доказывать нам свое существование. То есть Библия, как я уже сказал, способ его самооткровения, он открывается через это. То есть он дает нам себя познать через вот эти тексты, которые описывают исторические события, в которых мы видим участие живого Бога. Понятно? А доказывать что-то это мы друг другу доказываем. Но вы собаке ничего не доказываете. Ну так, что пример такой. Собак правды не доказывают. Ну, скорее, наверное, что истина не рождается в споре. Итак, Библия не доказывает существование Бога, но утверждает, как непреложный факт, это существование. Поэтому Библия будет являться особым откровением записанным, зафиксированным и Богодухновенным. Откровение, которое получают люди определенные, фиксируют его при участии личности Духа Святого. Личности Духа Святого. Но Писание не является для верующего человека целью, а является для верующего человека чем? Молодцы, средством. Слова Иисуса. Помните, исследуйте Писание, ибо вы через них хотите иметь жизнь вечную, а они все говорят обо мне. Так вот, красной нитью, которая проходит через все книги Ветхого Завета и Нового тем более, будет тема о Мессии. Это мессианская тема. Слово Мессия знакомого? Это тема Мессии. Во всех книгах Ветхого Завета фигурирует прежде всего наличие личностей. Вот почему он говорит фарисеям, вы сделали из этого Бога. И когда пришел Бог, вы за вот этим его не убили. Вы поставили сам закон превыше законодателя. вы стали поклоняться букве, а тот, кто дал эту букву и выросл себя через эту букву оказался вами пренебрегаемым. Свои пришел и свои его не приняли. Вот такая вот дискурия. Хорошо. Итак, писание является средством для достижения познаний о личности. Поэтому читая писание, мы не просто так же духовно, интеллектуально обогащаемся, но мы приближаемся к нему. К нему приближаемся. Евангелие открывает нам его. Писание нам описывает уже жизнь внутри церкви. Писание в посланиях говорят уже о переживаниях внутри человеческого сердца. И все это самое главное уже проецируется на отдельно взятого человека. Хорошо. Итак, с особым отправением понятно тоже, да? Есть два способа. Есть общее для всех. Тебе не нужно быть верующим христианином, чтобы понять, что существует Творец, то есть некая личность, которая будет причиной и будет являться, так скажем, и будет являться основным законодателем. вот этого всего, как физических законов, так и разного. И особое откровение, через которое уже конкретно эта личность вступает в контакт с теми, у кого она создает, с человеческим родом. Двигаемся дальше. Следующая у нас будет эта тема. Бог личность. Бог личности. Вот мы с вами говорили немножко о том, что есть личность. На самом деле это одно из самых загадочных понятий, которые появляются в богословии по отношению к человеку только в конце восемнадцатого века. В девятнадцатом веке уже в психологии начинают эти понятия оперировать для того, чтобы объяснить определенные процессы в жизни человека. Но до сих пор с личностью никак не могут разобраться этих общих знаменателям. Осознание человека вообще, что он личность может быть благодаря только тому, что есть личностный Бог. И как я вам уже сказал, в христианстве есть преимущество по сравнению с другими мировыми религиями, что наш Бог личностный. У других народов нет этого понятия, что есть личность Бог. У них это понятие силы, понятие некой энергии, понятие некого субъекта, исламе. Некий субъект, назвать его личностью они не могут, они не могут носить личностные характеристики, потому что личность не существует без отношений с подобным к себе, то есть без иного. Личность существует только в контексте с иным, с другим. То есть если есть один, то это не личность. Личность на начало не работает, когда кто-то один, то есть когда монада, слово такое, что-то одно. Только когда есть объект, на который ты можешь проявить свое внимание, на которого ты можешь что-то принять, которому ты можешь что-то раздать, вот тогда возможно существование личности. Выделяет несколько основных характеристик личности. Это самосознание, самоопределение, разум, эмоции и воля. Вот это характеристики личности. этих характеристик нет у животных. То есть ни одно живое существо не обладает самосознанием, у него нет попытки самоосмыслить себя, кто я, для чего я, откуда я, зачем. Ни у одного животного нет понятия самоопределения такого, то есть определить себя по отношению к богу подобному себе и так скажем в реальности, в действительности. Связано с определением пространственного временного характеристики. Ну и разум эмоций и воля. Теперь посмотрим с вами на тексты, которые помогают нам в отношении бога увидеть эти характеристики. Итак, дух все проницает и в глубины божьей. Дух все проницает и в глубины божьей. Говорит Священное Писание. Речь идет о том, что Бог он себя сам осознает. Он себя сам осознает. Кто он, для чего он, для чего, по отношению к кому. У самоопределение. Он делает чего хочет душа его. Бог наш на земле творит все, хочет. Он самоопределяется вне зависимости от условностей. фараон. Смотрите, с фараоном какая история. Я могу отступление сделать, я имею в виду здесь. Более корректно говорить так, что Бог позволил фараону быть самим собой. То есть, он не сделал его жестоким, а оставил его таким, какой он есть. Ожесточил, это значит, позволил фараону считать себя Богом. Фараон был божественной личностью. В то время для египтян фараон был сыном Раат. Там было столкновение именно двух религиозных систем. Столкновение живого бога и веры в живого бога в лице Моисея. И столкновение вот этой вот языческой системы, которая имела представление о пантеоне богов. И представитель этого пантеона, как сын Раат, это фараон. То есть, он считал себя божественным человеком, божественной личностью. Жил он с таким представлением внутри себя. Понимаете? Бог ожесточает его сердце, то есть, он его просто оставляет каким-то, какой он есть. Не просто он пришел, знаете, фараон был таким хорошим, пушистым и мягким, а бог сделал его жестоким. Фараон был самим собой. Нет, они говорят, что вроде Моисея там пришла, и он вроде бы как бы согласился уже. А потом, посмотрите, как та наградская была, постоянная. Он то соглашается, то нет, то передумывает. Это все происходит у него внутри. В послании к Римлянам, мы сегодня с вами цитировали из первой главы, написано, что бог предал их превратностям ума. То есть, бог оставляет человеку возможность быть самим собой. Предал превратностям ума. И что может человек сделать, оставшись самим собой? Вот, если каждого бы из нас с вами, бог оставил самим собой, то мы бы давно себя бы разрушили. Да. Убили бы, уничтожили. И себя, и вокруг бы людей зацепили бы еще бы. Вот так. Но бог, он инициирует встречу, привлекает человека и начинает трансформировать его сердце. Смягчая его сердце. Забирая каменное, видовое сердце, чуткое и живое сердце. То есть, с фараоном этого не произошло. Хочешь быть богом? Ну хорошо, давай посмотрим, кто здесь бог. Вот так это выглядело. Нет, ну, в Якову, да, по-моему, написано, что нет ни тени зла, он как у бога. Нет, да. Да, и он не может что-то сделать. Он может оставить это. Бог не источник зла. Да. Он не бог. Он не источник какого-то, скажем, негатива, плохого. Все то, что есть негативное и плохое, является следствием уже греха и следствием реализации личностной свободы. Будь то ангелы, которые стали бесами, будь то люди, которые, как фараон, могут мнить себя кем-то, но в результате они будут уже столько посраблены. Поэтому ожесточил. Там просто надо, если бы на еврите в оригинале читать это выражение, там глагол будет идти в такой форме, как бы он просто запускает ему быть с тем состоянием сердца, которое у него есть, то есть жестоким. Оставляет фараона жестоким. Вот так бы мы на русский это более выглядели. Итак, самоопределение. То есть бог обладает как личность самоопределением, обладает умственными способностями, причем его разум, как сказано в Писании, не измерим. Умственными способностями, разум его не измерим. И мысли его не наши мысли, как тоже сказано. Мысли его не наши мысли. Мысли, причем сразу обо всем и всегда. во всем и всегда можно еще текст посмотреть ведомый Богу от вечности все дела его ведомый Богу от вечности все дела его то есть ничего он не выпускает из-за своего контроля для Бога знания вот как допустим говорит о всеведении Бога то для Бога знания обо всем связаны с текущим моментом вечно и всегда вечно и всегда знает ли Бог о вашем будущем да как это происходит так же как вы знаете все о своем прошлом вы все знаете о своем прошлом оно для вас открыто но вы не знаете о своем будущем вот для Бога открыто так же будущее вот как вы не можете поменять ваше прошлое так и Он без вас не будет менять ваше будущее но Он знает о нем все но это ваше будущее и в этом вашем будущем даже в завтрашнем даже сегодня вечером и завтрашнем дне вы должны себя будете реализовать иначе если он не оставляет за вами этого тогда вы превращаетесь в животное сразу моментально а от животных нас мы с вами говорили отвечает как раз наличие свободы возможность реализовать свое самоопределение то есть как бы определиться где ты, с кем, для чего эмоции, да, Божьи эмоции Бог как личность обладает эмоциями и Он написано «возвеселиться о тебе радостью будет торжествовать о тебе с векованием» то есть вы не просто знаете такая абстрактная какая-то абсолютная истина или такой самомыслящий двигатель как у Аристотеля Бог такой самомыслящий я как компьютер как бы просто мысли подмоделирует что-то и создает Бог это тот, который вовлечен написано «создал сердца всех их и вникает во все дела их» то есть вот Он создал всех нас соткал нас в очреве наших матерей зимно устроил внутренности наши и не отправил нас в свободное плавание но и вникает в абсолютно каждое происходящее дело с нами вникает ему интересно ты не безразличен ему а когда ты к нему проявляешь ответную реакцию то вот у Сафонии у одного из пророков как раз таки будет этот текст радоваться будет и торжествовать о тебе с векованием векованием это не просто тихо он там говорит ну хорошо сидит а вот именно там такие слова которые передают именно такой высокий эмоциональный подъем вот он так будет развеселиться что ты откликнулся на его призыв ты впустил его в свое сердце он торжествует и урадуется на это способна личность ну воля написано так же еще у личности есть воля как необходимое качество бог могучий погубить и могучий спас ты да совершающий все по изволению воли своей по изволению воли своей сделаю как написано все что мне угодно сделаю все что мне угодно есть то что Бог задумал и то что он обязательно воплотит и реализует ты можешь быть либо с ним в потоке либо ты можешь быть вне потока то есть ты как бы можешь стоять ну против течения его ну насколько можешь ты не стоять это раз а два ты можешь вообще в стороне оказаться и это мимо тебя может пройти но Бог достигнет своего с тобой или без тебя с тобой или без тебя есть такой глубокий вопрос в богословской философской это Божье могущество и человеческая свобода то есть насколько всемогущ Бог и насколько свободен ты вот так дилемма такая что определяет Бог что определяет Бог что позволяет тебе если Бог всемогущ Он полностью определяет твою жизнь тогда Он не всемогущ если Он всемогущ и Он полностью определяет твою жизнь но тогда ты не свободен такая дилемма да? и тут действительно такой ответ находится что Бог определяет события но не определяет людей которые будут в Нем участвовать то есть есть определенные события есть то что Бог все равно будет совершать а вот кто будет участником определиться уже сам человек не один Бог это сделает Бог поставил человека но не как марионетку не как чемодан без ручки нести тяжело и выпустить жалко а Бог это сделает только в согласии то есть если человек себя позволит поставить Бог это сделает ну и Бог как личность проявляется в отношениях христианский Бог это Бог отношений христианский Бог это Бог отношений скажите пожалуйста возможно ли отношения если кто-то один у кого-то у кого допустим возьмем для примера у кого отношения у кого отношения у кого отношения с Аллахом Аллахом с кем отношения у кого с кем тут он один подобный Аллаху есть не существует в христианской версии Бога есть отношения кого с кем Правильно, отношения внутри Троицы Отношения внутри Троицы И только благодаря тому, что есть в Троице отношения Мы созданы с глубокой потребностью в отношении к другим Наш с вами Бог, это социальное существо Существо, у которого есть внутри, так скажем, их сообщества, есть отношения Сам Бог, это и есть комплекс отношений Комплекс отношений Любви, благости, принятия, заботы, самоотдачи И только будучи таковым, он создает человека по своему образу и подобию И делает его социально нуждающимся Поэтому сказано, что Адаме было следующее Увидел, что все животные имеют попали, подобных себе Но не увидел подобного себе И стало ему нехорошо Бог говорит, что нехорошо человеку быть одному Почему? Он же с Богом Потому что нет подобного, подобного себе человека Бога мог обнять Адам? Нет Поцеловать, прижаться, проявить какую-то близость, теплоту, заборку Просто выразить свою любовь на уровне материи Потому что материально, материально одновременно человек не мог Но у него была глубокая потребность у человека, у первого века И поэтому Бог творит кого? Он сотворил Евы И вот теперь смотрите Только на фоне Евы Адам понимает, что он Адам Без наличия Евы он даже не понимает, что он Адам Что он мужчина Он понял, что он мужчина только на фоне женщины Оказывается, люди взаимозависимы Что человек это мужчина и женщина Мужчина и женщина сотворил его Это и есть человек В отсутствии одного из Это уже не человек Человек это социальное существо Ему нужна глубокая потребность В, прежде всего, в наличии другого В наличии другого Ему нужно восполнить эту потребность В общении, в контакте Тут появляется Ева Адам обрадовался, что появился кто-то подобный, но другой И он видит, что этот человек Но это другой человек Не такой, как я Но через ее инаковость Через ее непохожесть на меня Я понимаю, кто я такой Я Адам Она Ева Вместе мы Человек Между нами Есть Что? Отношения Отношения, которые Могут характеризоваться Любовью, заивностью Заботой и всем остальным Всем тем, что всегда было В том Боге, который нас создал В Троице Поэтому Троица проецирует себя В образе и подобии Божьем То есть в человеке И эта проекция особенно сильно явлена В институте семьи То, что создает Бог Поэтому За правило всегда было Чтобы человек не был один За правило Но исключение в истории церкви Были Когда люди Безбрачие, так скажем, выбирают Но это скорее исключение То есть правило Быть всегда Людей Потому что отношения Это Жизненно необходимо Как возру Человек Личность Не существует Вне отношений Самым страшным Для человека Всегда было Что? Одиночество Одиночество Людей Людей сажали В одиночные камеры И В зависимости от личных особенностей Примерно Год Тире Полтора У человека Идет деформация Психики И идет Необратимый процесс Человека Из одиночной камеры Выгодят А у него уже Мягко говоря Сдвиг по фазе Который Не вернуть обратно Самое страшное Что может быть Для человека Всегда Вот в греко-римском обществе Когда была система Полисов Человека Выгоняли Из города Это было Самым страшным наказанием Лишить общения Несмертная казнь А просто сказать Пошел вон Мы тебя Исключаем И люди умирали Умирали не от голода А умирали от того Что они были лишены Вот этого Важного Составляющего В Робинзона Круза Читали в свое время? Фильм смотрели хотя бы? Хорошо Вот Роман Робинзона Круза Написан Протестантом Даниэлем Дефол Это протестант Человек Который пишет Один из первых романов Романистика Начинает зарождаться В тот период Это 17 век Просто как жанр Романистика Появляется И вот Дефол Пишет глубоко Христианизированный роман То что мы с вами читали В советское время Это уже было С цензурой Вот тут недавно Мы в этом Где-то Искнули С женой Зашли в тижний магазин И Я купил там Робинзона Круза Не подверженного Цензуре Так вот У него Очень много Вставок В романе Очень много Вставок Где Робинзон Размышляет о Боге И сам Робинзон Пишет Потому что Дневикого Самые счастливые годы Которые я поймал На острове Были годы Когда мы С пятницей Размышляли Над словом Божьем И таким образом Я понимал Для себя Глубокие Духовные истины Которые были Закрыты Когда После кораблекрушения Море выбрасывает На остров Ящики Там разные Сундуки Остатки корабля То Робинзону Круза Попадается Библия Поэтому До появления Пятницы Робинзон Круза Не сходит с ума Но когда появляется Пятница Восполняется Его потребность В общении С другим Он Евангелизирует Пятницу Пятница Рождается Свыше И они Устраивают Небольшую Такую мнение Церкви Вот это Пишет Робинзон Круза В оригинале Так вот Важно что Что Для личности Необходимо Наличие Другого Необходимо Наличие Отношений Существует Такой Знаете Синдром Детей Маугли Слышали Про такое Это когда Ребенка Находят Как Допустим Где-то В лесу Среди Руботных В принципе На основании Таких Реальных Историй Рейдер Киппинг Пишется Свой Рассказ Маугли Но у него Это сказка Сказка Которая Маугли Уже Будучи Взрослым Мужчиной Возвращается В деревку Так вот Ни один Найденный Ребенок Маугли Не становится Полноценным Человеком Кирроличностью Потому что Если до Трехлетнего Водраста Ребенок Растет Вне Общества Людей У него Идет Полный Дефект Личностного Начала Который Не Восстановить Он Не Возвратен Я просто Пример Знаю У нас В церкви Есть такое Служение Они Бездомных Детей Берут Семейная Пара И вот Показывали Еще по телевизору Мальчик Который Рос В будке И вот Он до сих пор Они давно Его взяли И вот Он уже Взрослый Сейчас Но все равно Видно По нему Что Наложило Большой Отпечаток Что Он Жил В будке Даже По телевизору Похоже Не то Чтобы Даже Отпечаток Личностное Начало Вот Это Метафизическая Компонента В человеке Которая Дана Богом Свыше Она Она Деформируется Настолько Сильно Что Психологи Они беспомощны Бессильны В этом То есть Происходит Идет точка Невозврата Нельзя Взять его Восстановить Через терапию Какую-то Металлитер Невозможно Поэтому Когда рождается Ребенок Любой человек Ему нужно Прежде всего Что делают Его кладут На грудь Матери Его стараются Сразу Как бы Сблизить С человеком Ребенку Нужно видеть Лицо Другого Лицо Другого Другого Человека Только Видя Лицо Другого Он в него Начинает Самосознание Включаться Что кто он Человек Это может быть Мать В любом случае Там Асмураль Там матери Просто Ему нужен Другой человек Нету Другого человека Будка Собака Все Он пес У него Развиваются Инстинкты Рефлексы Вот он Моделирует Образ жизни Тех живых существ Которыми Ближе всего Живет Вот так Почему Потому что Человек Устроен Таинственным образом В человеке Есть образ И подобие Бога Бог создал Человека Для Отношений Отношений Друг с другом И с собой В отсутствии Другого Я не строю Отношения Что Рушит Отношения Что Рушит Любые Отношения Грех Рушит Любые Отношения Сейчас Вы хотите Просто Перечислить Частности Вообще Грех Рушит Любые Отношения Грех Грех Это Не просто Какой Матюк Сказал И все Матюкнулся Грех Это Состояние Человеческой Природы То есть Грешник Это Тот Которому Привычно Состояние Страха Перед Другим Вы В лифте Хоть раз Ездили? Да Был опыт У вас Такой Ну Хорошо Маршрут Как По Столбусе Вы Садитесь Допустим Эксперимент Посмотреть Человеку В глаза Это Не Принято Люди Начинают Отводить Взгляд Если Вы Будете Стоять Буквально Несколько Секунд Смотреть Человеку В лицо Он Будет Свой взгляд Отводить Будет Неприятно Почему Вы Другой Вы Пытаетесь Вторнуться В его Личностное Пространство Но Его Греховная Привода Вашего Попутчика Она Настолько Сформирована Что У него Автоматический Страх Перед Другим Вот Мы Так Живем Бог Создал Изначально Людей Чтобы Они Жили В Сообществе В Единстве Во Взаимопонимании Как в Троице Грех Это все Извратил Поэтому У нас Страх Перед Другим Просто Страх Зеркало Души То есть По сути Как бы Вы Своим Взглядом Проникаете В Его Нутро А Мы В Своем Нутро Не Способны Впустить Понимаете Всех Неспособны А Иисус Способен Впустить В Своем Нутро Способен Впустить Всем Поэтому Он Говорит Приходящего Ко мне Не Изгою Вон Вот Его Личностное Пространство Оно Безграничное Безмерное Понимаете Вот Приходи Ко мне И Приходящего Ко мне Не Изгою Вон А Мы Кого Можем К себе Впустить Избирательно Близким Кого Тех Кто Близок К нам По Крови Прежде всего Начинается Это все Но Это Сближение Не Является Воевым Актом Не Является Воевым Актом Если Мы Читаем С вами В Бытие В Третьей Главе Написано Об Адаме И Что Человек Отлепится От Родителей Своих И Прилепится К жене Своей Помните Этот Текст А смотрите Как интересно Вы сейчас Главная Мысль Не Потеряете А что Наша Близость С Нашими Родителями Это Не Волевой Акт А это Природная Действительность Природная Действительность Вот У вас Дети Есть Вот Вы Вы любите Их Безусловно Вы любите Вы любите Своих Детей Безусловно Вот Так А они Рождаются И любят Условно Вас Вы их Условия Помещаете Вы их Мама Они Уже Обязаны Вас Любить У вас Связь С ними У вас Любовь Уже Идет Вы Не Волевая У вас Любовь Идет На уровне Природы Понимаете Вы Просто Любите Так Поступили Ну я Назову Так Это инстинктивно Любите Инстинктивно Вы инстинктивно Привязаны Волевого Акта Нет Но Когда Вы Вышли Замуж То Вы Проявили Волевой Акт Понимаете Вы В свою Жизнь Впустили Другого Человека И Определились С тем Чтобы Быть С ним Это Был Волевой Акт Это Совсем Другой Уловий Любви Так Вот Любовь Агапы Если Мы Будем Сегодня Говорить Об этом О Божественной Любви Любовь Агапы Она Подразумевает Наличие Воли Волевого Акта Это Не Просто Привязка Потому Что Я Люблю Своего Сына Он Он Так Мне Усилий Не надо Прилагать А Когда Ты Любишь Другого Который Не Является Твоим Родственником Который Не Является Твоим Близким По Крови Ты Прилагаешь Усилия Человек От Самых Близких И Прилегите К Своей Жене Вый На Новый Уровень Личностного Развития Ну Родители Прилагают Усилия Что Воспиток У тебя Мама С бабой Есть Мама Только Мама Только Мама Тебя Всегда Любила Или Эпизодически Всегда Ее Скажем Она Тебя Любила Всегда Но Ты Хулиганила Она Тебя Любила Иначе Всегда Любила Любовь Ее Была Всегда То Невозможно Даже Всеми Твоими Гадостями Маму Тебя Оттолкнуть Вот Так У нее Привязка К тебе Куповинная Так Называется Даже Когда Куповину Обрезали Духовная Куповина Она Сохранилась Все равно Все равно Твоя Мама Любит Тебя Несмотря Ни На Что А Вот Ты Свою Маму Тоже Любишь Тоже Любишь Не прилагая Усилий Ты же Не такой Утро Не Простолкнулся Так Маму Сегодня Любить Так Маму Простить Так Маме Помогать Нет Но Когда У тебя Будет Жена То есть Другой Человек С которым Ты Не Связан То Вот Здесь Уже Будет Другой Уровень Здесь Уже Будет Демонстрироваться Развитие Твоей Личности Если Ты Как Личность Растешь То есть Духовное Развитие У тебя Есть То Тогда Ты Способен Что Делать Покрывать Немощи Сносить Бремена Ты Способен Этого Человека Вмещать Внутри Себя Твое Сердце Становится Каким Плотяным То есть Оно Становится Эластичным Сердце Которое Способно Вместить В себя Другого Со всеми Его Шероховатостями Угловатостями Со всеми Картазятами Вот так Но В сердцах Наших Тесно К сожалению Тесно Для Самих Себя У нас Такие Знаете Маленькие Скубии И мы туда Впускаем Но Ограниченное Количество Людей Ограниченное Количество Людей А вот Впустить Многих Изначально Богом Задумано Чтобы мы Могли бы Впускать В себя Вот личность Она Безгранична Изначально По идее Мы можем Вот так Бог задумал Что мы можем Впускать в себя Безмерное Количество Других То есть Вот Бог Это Свойство Бога Открытости А это Зависит Славь Привет Да Это Смотрите Это Зависит От Степени Нашего Возрастания И уподобрения Во Христа Во Христе Вот То есть Если мы Во Христе Возрастаем То мы становимся Как Он А Он Продемонстрировал Максимальную Открытость Открытость Приходящего Ко Мне Есть Для Любого 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 Принят Сын Человеческий И у Него Ни на кого Нету Знаете Как бы Там Обиды Он там Ничего Там Ничего Ничего Своего Нету Он Все Свою Отдал Он Всего Себя Отдал А мы Сохраняем Себя Мы Боимся Внутрь Себя Впустить Другого Вот Если У вас Есть Близкие Люди То Допустите Такую Мысль Сейчас Насколько Вы готовы Глубоко Впустить Этого Близкого Человека Внутрь Себя Чтобы Он Внутри Вас Прожил Хотя Бо Один День Чтобы Ему Были Открыты Ваши Мысли Побуждения Желания То есть Он Проживает В вас Внутри Понимаете У вас С ним Одна Жизнь На Двоих То Что Вы Говорите Сейчас У вас Одна Жизнь На Двоих Но Скорее Это Связка Двух Атомов Это Скорее Связка Механическая А Вот Органическая Связка Она Есть В Троице Когда Отец Во мне И я В Отце Когда Есть Некое Взаимопроникновение Друг В Друга И вот Это И есть Одна Жизнь На Всех На Троих Они Живут Одной Жизнью Даже Даже Если У вас Трое Детей И У них Не В виде Господь Будет Что-то Болеть То Вы Можете Только Им Сочувствовать Сожалеть И Помогать Вы Болих Не Чувствуете У Вас Разные Тела А В Троице Единая Природа У них Переживание Одни На Всех Переживание Одни На Всех Так Вот Эта Жизнь Одна На Всех Божественная Жизнь Она Включается В нее За счет Того Что Личность Каждого Имеет Степень Открытости Неограниченная Но Мы Не Открыты Мы Боимся Страх Скоро Боже Гневался На них Бог Безусловно Конечно Бог Прогневался И Будет Гневаться Бог Гневается Боже Гнев Является Средством Его Защиты Его Святости Гнев Возникает Только При Наличии Проблем Проблемы Нету И Гнева Не Будет Проблему Создает Тот Объект На Который Бог Гневается Итак Бог Библейский Это Бог Отношений Бог Отношений Личность Раскрывается Только В отношения От Государя Поэтому Духовный Рост Во Христе Связан С тем Что Мы Как Личности Мы Раскрываемся То есть Наше Личностное Начало Оно Как Бутон Раскрывается И оно Начинает Благоухать До Этого Люди Закрыты Замкнуты Скованы Страх Сдерживая Сдерживая Ну Ехали Продолжение Впустить В себя Невистов Зависит От того Как Того Что Будет Дальше 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 Делать Он Будет Гадить Предавать Обманывать Конечно Поэтому Мы Боимся Страх Написано В послании От Иоанн Написано Боящийся Несовершенную Любви Боящийся Страх Есть Мучение Так вот Наша Жизнь Это Мучение Мучение С другими Людми Вокруг Себя Мы Жень Боимся Быть Отвергнутыми Преданными Почему А потому Что Когда Отвергали Предавали Был опыт И Сейчас Впустить Другого Не так Просто Не так Просто И Только Исцеленная Личность Во Христе Восстановленная Личность Во Христе Способна Уже В дальнейшем На контакт С другим Безболезненно Когда Уже Ты Относишься К другому Человеку Не как К источнику Обиды Огорчения Боли А как Относишься К нему Как Относитель Образа И подобия Бога Покрывая Его Невощи Так Скажем Умещая Его Это Уровень Духовный Это Не то Чтобы Ты Раз И Сразу Таким Стал Это То К чему Нас Предопределил Бог Вот Мы Предопределены К тому Чтобы Быть Подобно Образу Сына Божьего Чтобы В нас Люди Видели Христа Чтобы Им было С нами Интересно Так же Как Ученикам Было Интересно Со Христом То есть Чтобы Он так Себе Привлекал Людей Включал Их В себя Его Жизнь Была Открыта Для них Хорошо Итак Раз Мы Немножко О человеке С вами Стали Говорить То Личность Подразумевает Личностный Бог Подразумевает Подразумевает Так же Личность Бог Подразумевает Так же Отправную Точку Личности В человеке Ну вот так Скажем Я верю В Бога Который Есть Личность Поэтому Я утверждаю Что я Личность Вот тот Кто не верит Что есть Сотворившая Его Личность Он не может Полноценно Называться Личностью Пример Привести Современная Медицина Допустим В нашем Россия Лояльно Относятся К абортам И государство И общество Почему? Потому что Происходит Усечение Плода Не умертвляется Личность Это не прописано Нигде Ни в уставе Медицинском Ни в документах Нет нигде Даже если Вы выходили На приемы Ну вот сейчас На сестрах Допустим Речь идет Не о том Что внутри вас Развивается Ребенок Терри Личность А о развитии Плода Который Меряется Килограммами И другими Измерениями Но это плод Это плод В этом случае Какой-то Трагедии Плод Перестает Существовать Поэтому Убивают Плод Не личность Лич Почему? Потому что Личность Это то Что Имеет Тенденцию К Развитию Личность Ты должен Стать Всегда Говорили А христианство Будет говорить Нет К личности Человек Становится Уже Там Поэтому Не уничтожая Ребенка В утробе Матери Мы уничтожаем Личность Это убийство Мы уничтожаем Образ Подобия Бога Вот такой Пример И так Люди Которые Так Живут И практикуют Они имеют Эволюционную Составляющую В своей жизни То есть Они думают Что они Развились От первородного Бульона Слезли С дерева Научились Трудиться И стали Личностями Соответственно У них Отношение К Дветородным Процессам Вообще К воспроизведению Человека Оно Вот такое Ну По ее Да Как уже Вот Ну Ничего Потом Опять Еще Будет У них Понятие Личности Оно Такое Скорее Искаженное И Связанное Наверное С С Тем Что С Жизнедеятельностью То есть То, что Делает Если Ты что-то Делаешь Ты Личность Ты Ничего Не Делаешь Ты Не Личность Поэтому Человек лежит Допустим Вегетативном Состоянии Под аппаратами Его Можно Отрубить И все Ну все Из розетки Выдернули И все Разве Человек Да нет Уже Не человек Не личность Вот так Современное Общество Смотрит На 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 обязан своей жизнью и личностным началом тому, кто есть первоначальная, абсолютная личность. И только он, будучи абсолютным, может сотворить меня с усеченными характеристиками, но такими же, как у него. Да, все во мне тварно, но все подобное ему. Да, я не абсолютен, но я максимально похожу на своего создателя. Так, итак, если Бог не является личностью, если Бог не является личностью, является какой-то силой, энергией, то зачем тогда христианам, ну вообще людям, зачем восхвалять энергию, поклоняться силе, электрическую, радиацией? Бессмысленно, верно? Может ли ответить радиация? Может. Ну, может, конечно, да. Но у нее нет воли. Нет воли. Нет желания. Нет желания. Соответственно, это все кажется каким-то одно из полезных и превращается в иголопоклонство. То есть, за всеми вот этими ошибочными представлениями о Боге все-таки стоят такие живые, реальные уже духовные личности, которые... Ну, бесы, так скажем, да. Бесы, которые внимание человека проецируют на ложном объемте поклонения. На ложном объемте поклонения. Итак, делаем выводы. Если Бог не является личностью, то, соответственно, божественность Христа под вопросом. Божественность Христа под вопросом. Ведь он говорил всегда о себе как о Сыне Божьем, а о Боге говорил как о Больце. Если Бог не личность, то здесь какая-то ошибка. Ошибка. Если Бог не его Отец и не посылает Иисуса, то вся жизнь Иисуса, вся история о Нем – это обман. Это обман. И наоборот. Если все-таки Бог – личность, то мы видим вполне аргументированные объяснения самого Иисуса об отношениях с Отцом. Об отношениях с Отцом. Ну и если Бог не личность, то мы приходим к банальному материализму. Банальному материализму. То есть все. Материализм говорит о том, что все произошло эксматерия. То есть, что нет материи. Материя в основе всего. А значит, материя должна подавлять область Духа. То есть должна подавлять область мысли. Что в принципе нереально. Невозможно. 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 Поэтому христианство говорит, что первичен Дух, материя вторична. Только Дух может обладать качествами вечности, материя качествами вечности обладать не может. А в философии материализма идет как раз таки от подмена. В этой версии материя существовала всегда. Как личность, Бог постоянно находится в определенной деятельности. Он не дремленно не спит. Восполняет постоянно нужды своего творения. Наблюдает за поведением людей. В частности за их нравственными, так скажем, выборами. И вознаграждает добродетель. И осуждает полога. Это то, что свойственно только личности. На основании этого краткого нашего исследования мы можем утверждать, что Бог это личность. Что Бог это личность. Здесь может возникнуть у вас вопрос. От личности или личности? Мы можем говорить с вами, что Бог это личность. Если мы говорим о Боге как о Троице, то, конечно, в рамках Троицы мы скажем, что это три личности. Но когда мы говорим, так скажем, о Боге, то мы можем употреблять в единственном числе слово личность. Главное понимать, что у нас отношение к Богу не монотеористичное, а тритористичное. То есть как бы у нас Бог это от Троица. И вот как раз таки вот сейчас мы с вами немножко об этом поговорим. Давайте. О природе и о личности. О природе и о личности. Потому что после обеда будет сложно. Вот. Воспринимать это. Итак, сразу скажу вам следующее. Что если вы будете с неверующими людьми разговаривать о Троице, вы будете пытаться налить им чашку в Атлантический океан. Вот это не надо делать. Они могут затребнуться. Вопрос такой еще мне задает. Как объяснить вообще Троицу? Скажу следующее. Что Троицу мы не можем объяснить рационально. Никогда. Кто постарается понять Троицу разумом, сойдет с ума. Кто отвергнет Троицу, потеряет спасение. Значит, Троицу ты не можешь до конца познать, но ты можешь Троицу пережить. Пережить. Познать до конца нет. Если бы ты смог полностью объяснить Бога... Как потерять спасение? Как потерять спасение? Как потерять спасение? А, ну там, только что ты другого, ну, отвергаешься. То есть ты отвлекаешься, там, от Духа. Слушай, по кустому. Это не факт, что... А факт, что, когда ты выпадаешь из отношений, ты выпадаешь... Ну, как ты? Интересно. У тебя родственники есть? Да. А родители есть? Да. Есть. Хорошо. Вот. Вот смотри, допустим. С родителями у тебя связка, допустим, такая, скажут кровля. Ну, и с родственниками. Так, скажем, да? Непрямые твои. Вот. Вот ты гадишь своим родственникам, хулиганишь, делаешь пакости. Вот. И выпадаешь из отношений с ними. Хорошо, это родственники. А ты говоришь, где отношения? Не-не-не. Смотри. А кто это... На основании чего ты с ними отношения-то потерял? Ну, ты так потому что себя вел. Правильно? Потеряв отношения, ну, так скажем, ты потерял... Ну, спасение, оно связано с отношениями. О каком спасении ты будешь мечтать и думать, если у тебя нет отношений с Богом? Какое тебе нужно спасение? Как о рабу, у которого рай – это женщины, пища и тенистый сад? О каком спасении? Когда мы говорим в христианстве, что спасение возможно утратить, то мы подразумеваем, что человек добровольно от него может отказаться. А добровольный отказ происходит в результате искажения. Искажения. Вот. Представлений, искажения отношений и утраты живой веры. Спасение – это не конфетка, которая, может быть, вышел и потерял. Спасение – это целый комплекс. Целый комплекс, в который включается отдельно взятый человек. Его можно утратить на спасение. Кому ты нужен или кто тебе нужен там, когда ты умрешь, если тебе тут никто не нужен? Из тех, которые там. Если тебе нужен, тебе не нужна троица. Здесь. Зачем она тебе нужна будет там? Если ты выпадаешь из троицы здесь, ты в нее не попадаешь там. Если мы не встречаемся с Богом при жизни, мы не попадаем в Него после смерти. То есть, после смерти невозможно спасение. Спасение – это не просто от того, чтобы Бог избавил там от матюков, курения и всего остального. И дал какие-то блага материальные. Спасение – это восстановление образа Божьего в человеке и возрастание во Христе. То есть, максимальное восстановление первоначального замысла и выстраивание тех отношений, которые предлагаются тебе Духом Святым. И выстраивание тех отношений, которые всегда были в троице. Ты принимаешь ее, ты включаешь в себя, живешь ее. Поэтому я и говорю, что троицу познать нельзя, ее можно пережить. Ты переживаешь ее, переживаешь эти отношения. Когда начинаешь пакости делать, ты теряешь эти отношения постепенно. Но дело в том, как только каждая пакость ожесточает твое сердце, затуманивает твой радость, отягощает твой душ. И ты начинаешь потихоньку отдаляться, охладевать это еще называют. Отношения между людьми могут охладевать? Охладевать начинают, да. Потихоньку. Хребушек тоже черствеет не сразу. И положил его, за ночь он почерствел. Ну не за час может быть, а за ночь. Время какое-то требуется. Так же и наши отношения с Богом, они так же черствеют и охладевают со временем. Когда мы махаем рукой на ежедневную молитву. Когда мы отдаем предпочтение телевизору, нежели слову Божьему, допустим, там проповедь или общение на духовные темы. Нам кажется, что все это пустяк и все это какое-то поверхностное, поверхностное, религиозное, там скажем, запугивание. На самом деле очень серьезно все. То есть наша внутренняя четкость к Богу, она постоянно должна возгреваться. Мы должны хранить себя в святости и в чистоте. Это не значит запереться где-то в монастыре. Нет. Монах это тот, который в своей жизни от чего-то отказывается. Вот мысли можете обвинуть. Монах это тот, который в своей жизни от чего-то всегда отказывается. В пользу отношений с Богом. Если я ни от чего не отказываюсь, я не могу, не могу следовать за Христом. Иисус предупреждает. Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. А от чего мы-то отказались? И вот слышишь свидетельства. От выпивки, наркотиков, хулиганства. Так это несложно отказаться от плохого. А от хорошего-то от чего ты отказался? Перечисли этот ряд. От всего он говорит отказаться, а не него. Если мы любим кого-то, мы будем с ним. Мы хотим с ним быть. Мы будем с ним переписываться, встречаться, искать встречи. Если мы любим его. Если мы так поверхностно к нему относимся, то будем звонить три раза в неделю. По 15 минут. И то внук. И то внук. Вот так получается с Богом. Встретились в воскресенье, на собрании. Потом разбежались кто куда. Дай Бог там на неделе что-нибудь там. Прочитал, услышал и все. Вот такая вещь. А куда ты хочешь попасть, когда ты умрешь? Кому? Если ты с ним неинтересно. А там только он. А тебе тут с ним неинтересно. Так он, ну как расскажет. Ты сам себя и не определишь к нему. Бог же ведь не то, что ты говоришь. Так, пошел Бог, тебе со мной неинтересно. Нет. Ты сам не заходишь. Дверь-то открыта. Иисус говорит, я есть дверь. Мы-то не входим. А он-то открылся. Но войти-то мы можем уже сегодня. Мы же сегодня уже можем переживать то, что потом будет в более прогрессирующем, таком скажем, в более прогрессирующем состоянии нам дано. После смерти уже. А если здесь я этого не переживаю, думаю, ну там как-нибудь потом, что там потом, кто там потом, да никого там потом, только ты один сам с собой будешь и все. Поэтому это очень важно и жизненно необходимо. Расстановка вот этих приоритетов и оценка своей такой, скажем, вот жизненной позиции. То есть на что я много, ну, время уделяется. Вот сколько времени я уделяю в день Богу. Ну, допустим, там, в качестве молитвы, чтения писания, размышлений. Вот как, сколько я вот на это посвящаю. Если это какие-то там копейки, там, какие-то минуты, ну вот, пожалуйста, простое свидетельство. Ну, люблю его. Так же, как родители современные детей любят. По 12 часов в день работают, 10 часов спят, 2 часа в дороге. В остатке дети. Все. Вот так воспитывают детей. А потом удивляются. Почему школа, садик и все общество не дало детям то, что они на что не рассчитывали? А где я был? Я же люблю его. Ну, как люблю? Любить ребенка и сожительствовать с ним, это совершенно две противоположные вещи. Просто сожительствовать, это жить в разных комнатах, может, в одном доме. Купить ему портфель, батон и кедр. Все. Я люблю его. Дал ему все, что у меня было. Это мы удивляемся. Почему такая пропасть между нами находится? И не кучу, что же где пропасть? Сто процентов. Сто процентов. И как быть тогда? Что быть? Не ходить на работу или что? Или ездить, не работать, не работать, не работать, не спать? Строить отношения. Я говорю, можно заварить его батонами и кефиром залить. А в результате потом что? Этот батон и кефир ему будешь куда? В колонию отправлять? По посылке он. Так это будет? Вполне возможно. Ну ладно, не буду я работать. Тогда чем я его запомню? А что ты можешь? А что ты можешь? Любовью сыт не будет. А что ты можешь дать ему помимо этого? Помимо этого. Вот детям, даже любым людям, любым людям нужно просто пребывание рядом. Ты и сам нужен, а не твое. Не то, что ты ему деньги отправляешь. Ты-то сам где? Тебя нет. Есть твои деньги. Есть твое, в кавычках, внимание, которое через эти деньги приходит. А тебя нет. Ну ладно, я буду и денег не будет тогда. Что, как быть? Ты пытаешься как бы оправдать, понимаешь, оправдать одну составляющую за счет другого. Это черта человека, который пытается компенсировать нехватку духовного общения и отношений за счет каких-то материальных средств. Да ребенку любому нужно меньше гораздо материального, ему нужно гораздо больше духовного. И не только ребенка. Человеку нужно. Вот давай посмотрим. У меня 8-часовой рабочий день, плюс час обед, плюс час туда, час назад, 11 часов. В 8 часов я должен выспаться. Я скажу так, что то, что ты сейчас обозвучиваешь, является следствием реализации твоей свободы. А, то есть я свободен, да? Ты человек, который смоделировал так свою жизнь. Хорошо, если я не буду работать, я буду работать полдня, чем будем кушать? Я не знаю, как ты будешь работать полдня и что ты будешь кушать. Я говорю тебе, что когда ты загоняешь себя в определенные условия, ты пытаешься потом аргументировать. Ну мне же надо как-то протянуть. Ну если мы работать не будем, то другие кушать не будут, хочу заметить. Да. Работайте. Не все трудяги, а есть вот... А если кто на кого учился, можно на айтишников работать. Знаешь, программку создал и... На айтишников, из-за того, что я работаю, есть не будет. Можно. Работайте. С коей будет тебе дарить компьютер. Я говорю о том, что в отношениях с людьми нужны не только материальные компоненты. Или только на материальные мы перейдем. Ну просто вот этот разговор... С материального компонента ничего не получится. А то, что я ему буду сидеть вместе с ним и рассказывать, а у молитвы светиться не будет. Все только то, что курбим его и все. Нет, баланс. А почему мажоры сходят, чувак? У баланса, у баланса, у баланса. Родители обеспечивают их от и до вообще. От и до. Хорошо, среди нас нет ни одного мажора. Как нам жить? Нет, ну вот я прочую говорю, что родители обеспечивают. Хорошо, пришли баланс. Хорошо, пришли баланс. Они не нуждаются вообще ни в чем. Среди нас нет таких. Давай, мы рабочий класс. Ну кто на кого выучился. Хорошо, ребята, у тебя есть дети? Нет. Нету детей. Ну теоретически ты можешь вступить в этот разговор. Но на самом деле практически, пока можешь, только лучше слушать. Вот так. Нет, ну меня заботят эти проблемы, понимаешь? Я детей тоже хочу. У тебя есть обязательства, допустим, ты выплачиваешь какие-то средства своим родителям. Естественно. Ты несешь у тебя обязательства. Да. Да? Хорошо. Но детей у тебя нет. Поэтому морального права ты не имеешь вступать в этот разговор и требовать каких-то объяснений. Но когда у тебя появятся они, тогда ты будешь иметь моральное право. На данный момент у тебя его просто нет. Почему? Пока ты даже не отец. Потенциально да. Фактически нет. Когда ты будешь отцом, у тебя появятся дети. И твоя жизнь изменится экзистенциально. Что это значит? Не понимаю. Так я тебе сейчас объясню. Ты не просто начнешь теоретически размышлять. А ты это наук теперь живешь. И каким ты станешь, мы можем только догадываться. Догадываться. Поэтому те, у кого есть дети, они могут вступить в этот разговор. И они могут, как Миша сказал, прийти к такой идее, как баланс. А вот баланс сохранить очень и очень сложно. Сложно. Когда человек впускается в то, чтобы покрыть материальные нужды, и пренебрегает, Иисус говорит, если мы будем усердствовать только отцом, мы не будем другим. Текст, который Иисус использует в 6 главе Евангелия от Матфея, звучит следующим образом. Нельзя служить двум господам. Ибо ты одному будешь служить, а другого пренебрегать, либо другому. Нельзя служить Богу и Мамоне. И далее следует вывод его. Он говорит, посему не заботьтесь, он говорит. Вывод, который он делает, слушайте внимательно, исходит из этого определения о службе двум господам. Так вот, заботы являются следствием неправильного служения. Человек, который живет с такой головой озабоченной, это тот человек, который служит не тому Богу. Он служит Мамоне, он служит Миру, он служит своему Я. Но если ты будешь служить Богу, а служение Богу не исключает вот такую деятельность, потому что сам наш воплощенный Бог трудился. Он плотник. Павел Апостол трудился. Так вот, служение Богу не исключает трудовую деятельность. Никогда Бог не говорил, служи мне, это что значит? Ну типа, ну просто разговаривай Евангелие и не работай. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Христиане это всегда были самоотверженные труженики. Но их труд никогда не вытеснял и другие необходимые элементы полноценной жизни. Всегда в христианской семье люди работали. Всегда в христианской семье, помимо работы, было еще и служение другим людям. И духовное общение никогда не исключалось. Христиане не получают... Я прихожу в магазин, я не молюсь у кассы. Я достаю карту, на которой, по моему предположению, должны быть средства. Приходят они на эту средству, на эту карту, в результате моей деятельности. Но я вчера вам говорил, что я непрофессионально зарабатываю деньги. Что это значит? Что если бы я профессионально зарабатывал деньги, я не занимался бы сейчас тем, чем я занимаюсь? Потому что то, чем я сейчас занимаюсь, оно не приносит того количества денег, на которые я способен, если буду заниматься этим профессионально. Вот так. То есть я не посвящаю всего себя, чтобы зарабатывать деньги. То есть мое ментальное пространство, вот здесь, мое сердце, оно высвобождено для того, чтобы служить Богу. А если бы я поставил перед собой цель зарабатывать деньги, я людям объясняю, я бы не сидел бы с вами рядом, но я бы зарабатывал бы. Занимался бы тем, чем занимаются люди этого мира. Вот так. Вкладывал туда бы. В это занятие свои силы, свою энергию, свои способности, навыки. И все. Я бы с другими людьми общался. Вот так. Я зарабатывал бы деньги. И я бы думал, что я поступаю правильно, и я бы в это полностью погрузился с головой. Есть такое выражение. Есть такое выражение. Погрузиться с головой. По-библейски это креститься. То есть во что ты крещен? Во что ты крещен? Вот крещение это погружение. Погрузился с головой. Давайте говорят, ушел в работу с головой. Все, его нет. Ушел в семью с головой, его нет. Ушел в рыбалку, в улечение с головой. Погрузился. Все, крестился. Так вот, есть крещение в Дух Святой, в Библии. Вот в кого-то ты погрузился, ты в Бога, и ты в Нем. И ты в Нем не бездельничаешь. Ты не сидишь вот так, усложив руки, и ждешь, когда тебе, как или вороны принесут, будет вороны с полосой. Нет, но ты понимаешь, что твои способности и навыки, они дарованы Богом для служения Ему. И поэтому, если ты хорошо делаешь что-то руками, прославляй Бога своими руками. Значит, это что? Трудись хорошо, достойно и честно. Трудись так написано, чтобы помогать нуждающемуся. Трудись не для того, чтобы восполнять свои эгоистические потребности. Не загоняй себя в рамки, которые были бы для тебя каким-то рабским существованием. А прежде всего, сохраняя это внутреннее пространство для Бога. Работай, конечно, безусловно. Но работай с умом. С умом это как? С умом это как. Это значит свое время посвящать прежде всего Богу. Все, полностью, все 24 часа. Все 24 часа. И когда ты посвящаешь его Богу, то ты будешь уже понимать, что вот этот труд, он тоже для Бога. Даже если ты работаешь на какой-то мирской специальности, но ты на этой специальности, где-то ты работаешь, ты свидетельствуешь о Боге людям. Может быть, не своими устами, своими руками свидетельствуешь. Что приходишь на работу трезвый. Что работу делаешь честно, достойно. Что ты не работаешь по воскресеньям. Что ты не берешь в неурочную работу, у тебя домашняя группа. Что ты не материшься, не пьешь, не обманываешься. Вот так для Бога. За 17 лет работа с ресторами, я так скажу. А с детьми будет в порядке, когда ты будешь понимать. Дети пастеров, я знаю, потом вообще. Есть. Он служит Богу, родители, семья. В частности, вы, смотрите, вы пытаетесь компенсировать своим, так скажем, акцентом на работе, компенсировать свое благочестие. Благочестие не создается за счет количества выполненной работы. Не создается. Есть верующие люди, христиане есть, которые ведут себя неблагочестиво. Есть неверующие люди, которые ведут себя более достойно, чем христиане. Мы говорим сейчас о здравом балансе. Мы говорим. Мы говорим о том, что труд физически, это средство самореализации личности. Бог дал человеку, я вам вначале сказал, сад, и сказал его возделать. Он не сказал, сиди, и все будет само-само расти. Но он дал сад, возделывай, трудись. Реализуй себя через это. Но чтобы труд твой не был как на каторге. А если мы прочитаем с вами историю про египтян, про евреев и египтян, то мы увидим там следующее. Фараон ответил, когда они пришли, Моисей Саварон. Ему сказал, они без денег. Дайте им больше работы. А на что он это ответил? А когда тебе сказали, отпусти нас поклониться Богу. Так вот, мы можем и до сих пор сказать, что дьявол говорит, тебе не нужно поклонение Богу. Ты нужна больше работы. Больше работы. Тебе что, делать нечего? Ходить на собрания или заниматься вот этим. Ты работай, давай больше. Вот они больше и работали. Забрали в них солому. Отпоместили в более такие тяжелые условия. Вот что происходит. Сам труд облагораживает человека. Это всегда было. Всегда в Библии учили людей трудиться. Приносить пользу своими собственными руками. Всегда. Но чтобы труд не был в тягости. А как это? А это вот ваш уровень духовного роста. Потому что это ваша свобода. И где-то нужно просто-напросто, скажем так, поверить Богу, что я буду работать, как ты говоришь, 4 часа. Но остальные 4 часа я буду посвящать Богу. А Бог силен восполнить мои нужды. Вот так. Я не буду работать по 8 часов. И я не буду ездить вот туда далеко. О, я буду работать дешевле, меньше, но больше буду в семье и больше буду в церкви. Вот так. Хорошо. У меня зубов нет, на полку ничего платить. С 4 часами. Вот так. Дело в том, что у тебя зубов нет по другой причине. Жизнь твоя такая была. Да, была. Ну вот, поэтому и зубы твои остались в прошлом. А не от того, что сейчас такая у тебя в том, 7-го. Понимаешь? Следствие, это как следствие. Причина-то в другом. Причина в другом. Дело не в том, что складывается впечатление, что я говорю о том, что не нужно работать. Я сам много работаю. Но моя работа, как я сказал вчера, не руками. Она другая. Но я много работаю. У меня есть тоже график. Мой график работы с 9 до 6. Я сам работаю столько. У меня есть полчаса обеда. У меня есть командировки, которые ежемесячные. У меня есть тоже определенное напряжение. Но я никогда не говорю о том, что я на галерах. Нет. Я никогда не говорю о том, что я собираю соломовские печати. Почему? Потому что когда-то я определился, что я не буду зарабатывать деньги. Как это я делал. До того, как уберу. Почему? Да потому что я понял тогда еще, что сами деньги, они не делают тебя счастливым. И лучше я буду получать меньше. Но написано, великое приобретение. Быть благочестивым и довольным. Довольство должно быть. Нам гораздо нужно меньше, чем мы думаем. Гораздо меньше. Мы слишком много, как бы, себе создаем иллюзий, ради которых потом трудимся и работаем. Я понимаю, что нужно больше вкладываться в свою семью, в близость, в соотношение с людьми. Это, скажем, долгоиграющий проект. Что мне просто нужно быть вечером, ну, высвободить время для того, чтобы быть со своим сыном. Хотя, по идее, кто-то сказал бы, взял бы подработку какую-нибудь. Ну, в принципе, как бы, мы не голодаем, мы не стоим с протянутой рукой. Бог покрывает нужды. Бог покрывает нужды. Каким это образом Он делает? Я не знаю. Я оставляю это за Его, ну, как бы, за... Ну, как чтобы Он мог сделать это. То есть, я не лезу туда. У меня есть моя задача. Я должен выполнять ее честно, достойно. Вот, делать от себя возможное. Бог сделает невозможное. Сделает невозможное. Поэтому, если тебе трудно, тяжело сейчас, ну, любому из вас, в твоей работе, в том ритме, надо молиться. Молиться о том, чтобы из этого ритма Бог вывел, так изъедим для тебя. Чтобы Он дал тебе другой ритм жизни. Чтобы Он дал тебе другой объект, другие, другую деятельность, в которой бы ты мог бы вздохнуть полной грудью. Благодарить Его за это. Больше времени уделять людям, которые нуждаются в спасении, нуждаются в твоем личном участии. Это гораздо более перспективно. Чем просто трудиться, трудиться, трудиться. Можно просто, потом, напросто, ну, как говорится, под этим мешком витамита умереть. И все. Упасть. И что сказать? Ты поставлен был в обстоятельства? Ты раб обстоятельств? Или ты раб Божий? Раб обстоятельств. Это причем? Где ваш выбор-то? Это плохо. Ну, не надо просто обобщать вот это все. Мы говорим о том, что... Как напомню, вот, знаешь, что работа. Что бы не работать там. Говорить, что кого сын... Может, придет у тебя к сыну по школе и скажет, вот, мама, вот мне надлежь и слезы в глазах. Кого сын Божий освободи, тот истинно свободен будет. Свободен. Как сказать? Вот так. Михаил, у меня трое. Ты управляешь... Я же и я... Ты управляешь обстоятельствами. Когда обстоятельства управляют тобой, ты становишься животным. Пошло на работу. Животными управляют окружающие условия. Понимаете? Ни одно животное не может изменить окружающие условия своей жизни. Ну, вот, бытия своего. Наоборот, животное меняется под условия. Человеку поставлен выше животного. Почему? Он может поменять окружающую действительность. Он руководит обстоятельствами. Он руководит. Бог дал ему это право, эту власть, эту силу. Дал это. Во Христе мы это все имеем, реально. Мы вырываемся из этих обстоятельств. Серьезно. И заботы века сего, написанное, и обращение богатством, это как терновые шипы, которые ругут человеческую душу на лохмоте. Это очень серьезная проблема. Заботы века сего. Это диагноз серьезный очень. Серьезный. Это в сегодня зависимости алкогольной, наркотической. Но Иисус пришел освободить человека не только от греха, смерти, ада, дьявола, а именно и вот от этого состояния жизни. Вот что самое главное. Что бог-то хочет в бытовом, обыкновенном, скажем, моменте, ритме каком-то, стабилизировать себя. Стабилизировать. Трудись, работай. Но самое главное, сердце, чтобы твое было чистое, свободное. И для другого, чтобы обязательно оставалось место. Аминь. Аминь. Хорошо.